Здравствуйте, с вами Светлана и мой канал Welcome, секреты уютного дома. На календаре 7 марта и начало осени, уже чувствуется в воздухе. Да-да, именно начало осени, я не говорилась, в Австралии март месяц, это первый месяц осени. Довольно часто меня спрашивают, как прошел процесс адаптации или процесс переезда на постоянное место жительства в Австралию. Лично для меня, и мой ответ звучит приблизительно, как, вы знаете, переехать из дома или из квартиры в другую квартиру, это стресс. Потому что мы любим свое жилье, привыкаем к нему, знаем своих соседей, знаем у нас свои маршруты в ближайший магазин или на работу. И переезд даже на соседнюю улицу, он дает на первое время какой-то дискомфорт. Переезд из одного города в другой, это уже более серьезный процесс, и над этим надо серьезно призадуматься, потому что мы меняем полностью свое окружение, нам надо найти новых друзей, и смириться с новым климатом или, по крайней мере, с новыми условиями жизни. Переезд в другую страну, это довольно-таки сложный процесс, и неважно в какую страну, и неважно из лучшего в худшее или из плохого в хорошее, это все равно стресс, потому что это другая культура, другой язык, другой климат. Ну а когда дело доходит, когда мы меняем местами северное и южное повышария, это довольно-таки сложно, по той причине, что все наши привычки, наш образ жизни, наш менталитет, вот так поменять все в один день, ну никак не получается. Лично у меня это, наверное, этот процесс проходил года два, если не все три, пока где-то там на подсознательном уровне мы начинаем понимать, что 8 марта праздник весны, но он у нас осенью. Когда у меня день рождения весной, я стала праздновать свой день рождения осенью, Пасха у нас тоже осенью. Ну и, как ни странно, все мы знаем, Рождество в Австралии – это разгар лета, поэтому вот эти моменты, они, конечно, забирают какое-то время из одного климата в другой, чтобы принять, понять, а потом и принять культуру другой страны. Ну это как бы не совсем так все просто, но человек ко всему привыкает, совсем нужно смириться и принять, перестроиться и понять, почему вот так. В серии у природы нет плохой погоды, и каждая страна со своими плюсами и минусами. Почему же я стала говорить именно об этом сегодня? Из-за того, что в Австралии праздник 8 марта практически не празднуется. Если кто-то посмотрит это видео из тех, кто проживает в Австралии, и, наверное, большинство будет согласно с моей точкой зрения, более 20 лет назад, когда я сюда приехала, очень многие люди вообще не знали никогда, даже не слышали, что есть такой праздник, и даже если слышали, никто его никогда не праздновал, разве что в узких кругах праздновали этот праздник. На сегодняшний день, наверное, последних лет 5, возможно, даже 7, уже стали говорить, включив телевизор, вы можете услышать, что сегодня международный женский день. Сейчас в Австралии как бы осенние цветы, но к празднику 8 марта можно увидеть, найти, если хорошо постараться, тюльпаны. И в последнее время этот праздник как бы не то, что набирает силу, но, по крайней мере, о нём говорят. Самый нежный, светлый и прекрасный праздник в году – это, конечно, 8 марта. Это начало весны, начало новой жизни, и это первое тепло, поэтому, дорогие, милые девушки и женщины, я желаю, чтобы это первое весеннее тепло поселилось в ваших домах и в ваших сердцах. Пусть красота природы вас вдохновляет, а начало весны станет началом чего-то прекрасного и желанного в вашей жизни. Я желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, любить и быть любимыми, а также уюта в вашем доме и гармонии в душе. До встречи в следующем видео. С вами была Светлана.